Друзья, хочу сегодня проповедовать на очень такая вот, хочу верить, это будет ободряющая для многих тема. Она звучит следующим образом. Сегодня то самое время. Сегодня то самое время. Сегодня то самое время. Вопрос, какое время? Ну, я бы даже сказал, для чего сегодня то самое время? Вот об этом как раз мы с вами и будем проповедовать, мы будем сегодня с вами говорить. Но давайте откроем сначала Библию, как и всегда. Мы откроем сегодня книгу одного из мудрей, не одного из мудрей, мудрейшего человека на земле. Это книга Экклесиаста, проповедника. Это книга, которая была написана царем Соломоном. Мы будем читать с вами третью главу с первого по пятой стихи. Третья глава с первого по пятой стихи. Итак, всему свое время, видите, да? Созвучно с темой проповеди. То есть мы об этом сегодня как раз говорим. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Знаете, скажу вам сразу, друзья, одна из вещей, у меня есть такой один файл, вот скажу так, у меня есть один файл, и он называется «Мои жизненные уроки». Я этот файл веду, и я его постоянно пополняю. Там проходит какая-то ситуация в жизни, я пришел к какому-то пониманию, я в этот файлик записал. Я думаю, будет этот файл наследием для моих детей. Ну, захотят воспользуются, не захотят, не воспользуются. Захотят потом воспользуются, по крайней мере, мудрость будет. Вот, я веду этот файл. И скажу вам так, там есть уже около 70 или 80, не помню, уроков различных, таких жизненных. Но, скажу вам честно, я вот до этих стихов, я их знал, читал, понимал, цитировал иногда, но до этих стихов, ну, как-то не доходит рука. Вот не доходит. И я гарантирую вам, что я вам сегодня, возможно, объясню или покажу, или докажу, что и у нас с вами не до конца доходит. Мы с вами такие интересные люди. У нас с вами все должно быть очень быстро. Знаете, все должно быть понятно. У нас так, если так, то вот так, а если не так, тогда вот так. Мы так мыслим. Это, знаете, такое, я называю это двухмерное мышление людей. Мы двухмерно мыслим. Если люблю, значит, помогаю. Если не люблю, значит, не помогаю. Три трехмерные, четырехмерные, там, пятимерные и так далее, мы так не мыслим. У нас все попроще. Но вот это местописание, сразу хочу вам сказать, оно заставляет нас немножечко по-другому взглянуть на некоторые вещи. Смотрите, оно не популярно, например, в таких харизматических или в постхаризматических кругах, потому что здесь говорится о том, что время там что-то убивать, время уклоняться от объятий. Нет, мы же на позитиве. Какие уклонения от объятий? Вы что, о чем вы говорите? И я вам хочу сказать, на самом деле, откуда я это знаю? Да все очень просто. Когда произошла ситуация с войной, многие верующие, знаете, у них такое, как объяснить, в их систему верований вошел вирус. Знаете, что такое вирус в компьютере? Когда твой компьютер работает ненормально, то есть он неправильно работает. Ты его включаешь, а он не включается. Это вирус. И вот у многих верующих такой вирус. Они не понимают, как относиться к врагу. Его надо любить или проклясть? Видите, двухмерное мышление. Если не любить, то проклясть. А нельзя проклинать так, что любить, а любить не могу. Мы не понимаем. Наше двухмерное мышление, оно не описывает, оно не дает нам понимания. Поэтому я сегодня хотел бы, чтобы вот размышляя над этими стихами, друзья, мы с вами научились, ну хотя бы трехмерному мышлению, как минимум. Вот сегодня мы будем с вами об этом говорить. Но, прежде чем мы перейдем к этому размышлению, хочу вам сказать, друзья, есть четыре вещи, которые в этих стихах людям не нравятся. Вот некоторым людям, я не буду говорить всем, многим, некоторым. Некоторым людям эти четыре вещи, они не заходят. И эти стихи по причине этих четырех вещей, они не заходят. Я себе отдельно выписал, что это за вещи. Ну, например, смотрите. Первый принцип, первая неудобная вещь. Людям ближе и больше нравится та часть этого стиха, где речь идет о получении чего-то. Ну, вот смотрите, если у вас есть выбор, вам нужно либо что-то отдать, либо что-то получить. Что ближе? Получать. Видите, мы и стихи эти читаем. Вот давайте, можно второй стих, например? Второй стих, давайте второй стих. Смотрите. Время рождаться и время умирать. Что нам нравится? Рождаться. Видите, мы выбираем. Время насаждать, время вырывать посаженное. Насаждать. Ну, не очень. Вырывать, а вырывать посаженное. Ну, окей, вырывать посаженное. Хорошо. Ну, вы поняли. То есть нам ближе какие-то вещи, которые приносят в нашу жизнь что-то. Вот вы никогда не замечали? Нам оно ближе. Правда ведь? Ну, ближе. Ближе нам что-то получить. Вторая вещь записал. Нам ближе и нам нравится, чтобы всегда было время такое, чтобы что-то получать. Вот, смотрите. Какое мы любим? Вот я, например, я очень не люблю зиму. Я не знаю, может, что-то еще со мной ее не любит? Я ее не люблю. Я не знаю, как можно любить, если честно. Ну, я не особо понимаю. Ой, это снег, это так прекрасно. Где? В Киеве? О чем вы говорите? Я тут снег последний раз видел, уже не помню когда. Нормальный. Я не люблю зиму. И я, по крайней мере, хотя бы не скрываю это. Знаете, мне нравится время, когда тепло. Мне нравится время, когда хорошо. Видите, нам нравится всем, когда что-то вот мы можем получать. И оно нам ближе, так, по крайней мере. Третий урок. Третий урок мы не очень-то любим сеять. Знаете, есть некоторые стихи, которые в Библии люди вот так. Была бы возможность скип сделать, пролистать, а мы бы их пролистали. Например, получишь ты там 30-60-100 крат. Кто знает этот стих? О-о-о, приятно. А там, что вначале написано. Да, там, ну это, там, ну как его это, ну вот, вот. Тому, кто должен меня посадить. Да, о-о-о. Вот, вы понимаете, то есть мы как-то так, знаете, нам пролистываем, мы пролистываем. И четвертая вещь, на которую обратил внимание, еще одна вещь. Смотрите, вот вообще, время насаждать и время вырывать посажено. Вот я вам хочу сказать, кто из вас логически, ну не логически, как практически. На самом деле, практически вы понимаете, что между процессом насаждать и процессом вырывать, есть определенный промежуток времени. Кто это понимает? Понимаете или нет? Что есть промежуток времени? Чему равняется должен в нашей, чему мы хотим, чтобы в нашей голове равнялся этот промежуток времени? Вечером посадил, утром вырвал. Помните, кто это помнит, старый советский фильм еще, Человек с бульвара Капуцинов, да, помните? Женился, монтаж, чик, все. Мы хотим монтаж, нам хочется монтаж. Мы понимаем, что нет, но хотя очень хочется. Нам очень сильно хочется. И вот эти стихи, я думаю, по вот этим четырем причинам, они не очень-то и заходят. Потому что в целом позитива не так уж сильно здесь вроде как им и пахнет. Но именно по этой причине хочу вам сказать, друзья. Слово Божие, как я уже сказал, оно да и аминь. И все, что Бог говорит, оно так и будет. Если Он говорит, что есть время вырывать посаженое, значит будет время. Значит придет это время. Но большинство из нас, когда речь заходит о благословениях, соединенных в этих стихах или заключенных в любом стихе Божьем, в любом слове Божьем, на самом деле у нас элементарно не хватает времени, усидчивости, терпения. Скажу так, мы не настроены на то, чтобы дойти до этого. Я бы сказал так, большинство верующих людей останавливается, как правило, в одном шаге от благословений. Бог имеет для нас благословение, это Его натура. Это Его натура. Я бы сравнил, наверное, Бога, Он не является дедушкой, Он наш отец, но я бы сравнил Его, наверное, с бабушками и дедушками. Вы знаете, бабушки и дедушки, вот у моего Артура есть бабушка и дедушка, всякий раз, когда он к ним идет, он точно знает, они что-то дадут. Ну, это факт. Просто там без вариантов. И знаете, Бог, Он всегда действительно дает, но Он не просто дает, потому что, в отличие от того, что мы привыкли видеть в бабушках и дедушках, Он еще является и отцом. То есть, Он у отца, в отличие от бабушек и дедушек, у родителей, есть еще научательная функция, знаете, да? У бабушек и дедушек любительная функция, а у родителей научательная функция. То есть, иногда дети любят больше бабушек и дедушек, потому что там без вот этих всех капаний на мозг. Правда же? То есть с родителями ты приходишь, родители, я ему говорю, сынок, убери тарелочку, я дам тебе конфету. Бабушка бежит, на тебе, сынок, конфету, давай я уберу тарелочку. И вот так иногда мы воспринимаем Бога бабушка-дедушкинским таким восприятием. Вот видишь, бабушки-дедушки сидят, вы бы видели, как они с себя смеются тут впереди. Дедушек здесь нет. Я сказал, бабушка, а, а то есть еще нет, да? Пастор Ваня хочет остаться на всю жизнь родителям. Остается, а не остается. Хорошо, ладно, не спешим, не будем выдавать желаемое за действительное пока. Так вот, слушайте, так вот смотрите, друзья, Бог, Он смотрит на нас, и у Него есть эта научательная функция. Он хочет научать. И вот об этом я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня поговорили. Но давайте возьмем, разберем один из стихов, пятый стих. Пятый стих, здесь одно есть очень интересное, вот такой пример. И я хочу просто на этом примере, чтобы мы поняли, как мы иногда пытаемся вот этим скип-пропусканием, как мы иногда не понимаем до конца, о чем пытается сказать нам Бог. Смотрите, время разбрасывать камни и время собирать камни. Я очень практичный человек. В моей логике есть одна проблема. Зачем разбрасывать камни, если потом тебе придется их собирать? Видите, даже, ну, скажем, даже глубокомысленные люди, мы вот выйти, мы эти стихи, мы не задумаемся, мы не понимаем. А я всегда, у меня есть такая одна привычка, я люблю. Окей, если я вот, мне кажется нелогичным что-то в Библии, я уже понимаю, ни в Библии нелогично. Что-то нелогично, знаете, с чем? С моей головой, да. Ну, нелогичное что-то в моей голове. То есть, понимаете, я в этот момент начинаю понимать, я не пытаюсь объяснить, ну, знаете, ну, ну, вот иногда мы разбрасываем камни, а иногда их приходится собирать. Ну, меня это не устраивает ответ, знаете, ну, вас не устраивает ответ, вы приходите к начальнику за зарплату, а он вам говорит о том, что, ну, не всегда же вам каждый месяц получать зарплату, да. И такой, знаете, философ сидит, философ в бочке и говорит, не всегда же вам получать зарплату. Нет, друзья, нас это не устраивает. Поэтому то же самое, меня, например, не устраивает то, что в этом стихе есть некая определенная какая-то странность, ну и я сразу начинаю копаться, начинаю молиться, начинаю искать, что это и где это, я хочу вам попробовать рассказать одну очень интересную вещь, которая есть в этом стихе, смотрите, кто из вас знает, о какой стране в этих стихах вообще идет речь, о какой стране пишется, в какой стране происходит сюжет? Израиль, давайте вам скажу, сегодня в Израиле, кто не знает, в отличие от нас, мы кричим, что мы тут земля, сплодородная земля черноземы, в Израиле, в отличие от нас, друзья, собирают 4 урожая в год, у нас максимум собирают 2, где-то удается 3 собрать, у них собирают 4 урожая в год минимально, хотя земля, если вы столкнетесь вот когда-нибудь посмотрите, там земля, она вообще от слова совсем не плодородная, она не плодородная совсем, и знаете, я помню, когда-то я читал 22-й псалом, я уверен, кто-то из вас читал, помните, Бог, Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, Он водит меня на злачные пажити, к водам тихим, водит в меня, вот когда вы говорите это место из Писания, вот этот стих, водит меня на злачные пажити, как вы себе представляете эту картину примерно? Ланы, зеленые, зеленые ланы, и в этих зеленых ланах ходят овечки, а рядом с ними ходит пастух, такой, знаете, как Иисус весь, с этим посохом, овечки его слушаются, иногда некоторую овечку он в любви берет, кладет себе, и вот так они идут, он развел костер. Давайте объясню вам, друзья, в реальности, как это происходит, чтобы вы понимали, там нет зеленых ланов от слова вообще, единственное, что есть, это пустынная земля, на которой лежат камни, и в местах, где солнце не выпаливает ничего, в тенечке, под этими камнями есть вот такая вот травка, и эти овцы, пастух их водит по склонам, вот этим горам, вот так, и они выискивают под этими камнями хоть чуть-чуть травы, чтобы питаться, и он знает, где поднимается солнце, ага, поднимается здесь, значит, до 12 часов надо вот здесь кушать, а после 12 вот на той стороне, и он их водит вот таким вот образом, то есть это процесс, чтобы вы понимали, аналитический, это процесс, который требует размышления, это процесс, который есть стратегия определенная, тактика и так далее, и так далее, и тому подобное, но, причем здесь это, время разбрасывать камни, время собирать камни, давайте объясню вам, смотрите, пустынная земля, одна из больших проблем заключается в том, что влага испаряется, правда же, ну все знают об этом, круговорот воды в природе, все изучали природоведение, вот, испаряется влага, и в пустынной земле она испаряется гораздо быстрее, чтобы хоть как-то задерживать влагу, внимание, человек, который собирается пожинать урожай в своей жизни, внимание, ему нужно в начале сезона, до того, как надо сеять, пока еще холодно, пока есть вероятность, что, если вы знаете, солнце нагревает, и влага, она конденсируется, пока это есть, смотрите, он берет на пустынном месте, разбрасывает камни, знаете, для чего? Чтобы максимально задержать влагу в земле, чтобы между камнями, где есть тенечек хоть чуть-чуть, солнце не выпалило всю влагу, поэтому он ходит и разбрасывает камни, и когда приходит время сеять, или когда приходит время для того, чтобы, ну, урожай уже был, он начинает что делать? Собирать эти камни, то есть, другими словами, в период, пока ничего там не растет и не колосится, есть еще одна процедура, которую необходимо выделить, это процедура разбрасывания камней, но, хочу вам сказать, для нас она странная, мы этого не хотим, а что, если я скажу вам, что в наших взаимоотношениях с Богом также присутствует эта процедура, потому что, если здесь, я не сказал, наимудрейший экклесиаст, наимудрейший соломон, то она и в нашей жизни есть, и знаете, я вам хочу сказать, многие верующие, мы не замечаем эту процедуру, более того, мы ее пытаемся пропустить, и именно по этой причине, когда речь приходит об урожае, мы вдруг обнаруживаем и говорим о том, что в этом году год был неурожайным, благословения прошли мимо, благословения зашли в жизнь Юлии Васильевны, благословения зашли в жизнь Сережи Загаецкого, а мою жизнь они прошли стороной, моей сегодня, в моей территории были ветра, солнце, выпаливало, у них им повезло, но кто из вас когда-нибудь думал, что другим людям чуточку повезло, думали когда-нибудь так, видите, хоть честно, если пастор Валя и Таня Батрак, два человека, пастор Валя сказала, Таня кивает, все остальные сегодня, не, не, я так не думал, никогда уже, вы что, я, да чтобы кому-то повезло больше, да никогда, да упаси Боже, конечно, да, к 47 году я начал в это верить, так вот, друзья, смотрите, на первый взгляд, еще раз, зачем, зачем это делать, зачем разбрасывать камни, если потом придется их собирать, да потому что, друзья, когда речь идет о собирании урожая, необходимо понимать, что все эти вот процедуры, они необходимы и важны, кто-то скажет, ну а мне-то с этого чего, я вам хочу сказать, в духовном плане есть также время для разбрасывания камней, но мы к этому разбрасыванию камней относимся, повторюсь еще раз, очень безответственно, я вот себе записал, какие камни, вот я написал так, есть необходимость каждому из нас разбрасывать камни, чтобы впоследствии благословения Бога и его присутствия стали твоей неотъемлемой частью жизни, какие это камни, вы можете себе записать, я рекомендую вам записать, чтобы потом поразмышлять над каждым из этих, первый, друзья, камень, это насыщение сердца человека Божьим присутствием, кто обратил внимание, друзья, в этом году мы говорим о Божьем присутствии, я много говорил, помните, когда Моисей пробыл 40 дней на горе с Богом, спустился, что было с его лицом? Оно сияло, люди не могли смотреть, мудрость Божья пришла в его жизнь, мудрость Божья для управления народом, мудрость Божья в семью, мудрость Божья приходит, возьми и разбросай, то есть вы же понимаете, 40 дней, что делали все люди, пока Моисей был на горе? Моисей жили своей обычной жизнью, а Моисей, смотрите, он взял камень, который был пост длительностью в 40 дней, и он его забросил на территорию своей жизни, как часто у нас такие бывают камни? Что такое бывает? Так это же Моисей, это же о нем, нет, друзья, смотрите, насыщаться, способность человека насыщаться Божьим присутствием, что означает насыщаться Божьим присутствием? Мы много раз, мы уже три месяца об этом говорили, во свете твоем мы видим свет, правда? Что приносит Божье присутствие? Божье присутствие открывает наши глаза, оно дает нам возможность, друзья, взглянуть на мир по-другому. Помните этот пример, который мы говорили, не нравится вам муж, пойдите в тайную комнату, помолитесь у Бога искренне от всего сердца, прокляните его там, в тайной комнате, прокляните его, и выйдите из этой тайной комнаты, упадите на колени и скажите, я каюсь. Знаете почему? Потому что если вы действительно побывали в Божьем присутствии, вы не сможете этого сделать. Божье присутствие насыщает нас, вы понимаете? Оно насыщает, оно делает нас другими, оно изнутри меняет нас. Я приводил многократно уже этот пример, но сегодня просто хочу еще раз напомнить этот пример. Когда-то была такая королева Великобритании, ее звали Кровавая Мэри. Ну, кто-то знакомому кому-то, она по-другим совершенно, вот Кровавая Мэри, но не об этом речь. Была действительно такая Кровавая Мэри, и что это было за женщина? Это была ярая католичка, которая ненавидела протестантов, она ненавидела их, знаете, такой патологической ненавистью, и она устроила ночь длинных ножей, она вырезала буквально людей. То есть, вот давайте объясним, квартал, где жили протестанты, ночью крики, ор, просто заходят в дома и тупо режут людей. Просто. Почему ее назвали Кровавая Мэри? Вы поняли? Реки крови текут. И вот был в Шотландии, это была такая еще только присоединяющаяся часть Великобритании нынешней, в Шотландии был один из таких проповедников Джон Нокс, его называли Боевой Топор Реформации. Он был протестант, горячий, жгучий. И она его ненавидела, но она ничего не могла сделать, потому что люди его любили. И она хотела присоединения в Шотландии, чтобы, ну, и она понимала, что нельзя его убить. И вот у нее было четыре с ней аудиенции. И на последней аудиенции она, больная с сифилисом, умирающая от сифилиса, которую там в каких-то непонятных отношениях от кого-то она себе заработала, она начала ему рассказывать о том, какая она верная христианка. На что он ей сказал, говорит, мадам, ну, как бы, вы неверующая. И она ему говорит потрясающую мысль, послушайте, но совесть моя меня не осуждает. А он ей говорит, для того, чтобы вас совесть осуждала, сначала потрудитесь наполнить ее словом Божьим. Вы понимаете, друзья, что происходит? Человек, который не пребывает в Божьем присутствии, который не наполняет свою жизнь Божьим присутствием, он судит обо всем достаточно логично, но в этой логике на самом деле нету Бога. Вы понимаете, что бывают наши выражения логичные, но в них нет Бога. Библия говорит, если себя ударили по одной щеке, что надо сделать? Правильно, выбо ему все зубы. Но это же логично. Библия говорит, нет, поставь другую щеку. А это что я? А это я что буду? Лишенным общества Христа? Ну, в смысле, лох. А это что, я вот таким, что ли, должен быть? Меня бьют, а я вот все... Меня бьют. Нет, Библия так не говорит. Но она глубже гораздо. Вы понимаете? То есть, Библия говорит нам о том, что ты возьми, главное, не допустив в свое сердце ненависти к этому человеку, потрудись, поработай над сердцем, а надо дать по щеке ему, дай. Ну, если надо. Ну, вот то, что сейчас происходит на Востоке. Почему мы сражаемся? Потому что надо дать по щеке человеку, который пытается дать тебе по щеке. Это правильно, это нормально. Но сердце свое нужно хранить от ненависти. Потому что, когда закончится война, куда уйдет ненависть? Она никуда не уйдет, она тут останется. И мы с ней начнем жить. Если раньше она была там, то потом она придет сюда. И она будет здесь жить. Поэтому мы всегда говорим, когда вот ездим к военных, к капелланскому служению, мы говорим, друзья, нужно не ненавидеть врага, нужно любить свою родину. И от этой любви нужно делать что-то. Это тяжело заходит, непросто, но, по крайней мере, мы стараемся. Так вот, друзья, первая мысль. Первый камень, который нужно разбрасывать, нужно научиться наполняться Божьим присутствием, насыщаться им. Если мы научимся это делать в своей жизни, то когда придет время урожая, или когда придет время сеять, неважно, процесс, поймите, это даст свой плод. Это будет удерживать, это удерживает Бога в вашей жизни. И тогда человек, когда мы ему говорим, май Бога в сердце, человек, который умеет пребывать в Божьем присутствии, кто понимает, что он май Бога в сердце? Будда, мат и Бога в сердце. У него есть Бог в сердце, но у нас нет на это времени. А потом мы удивляемся, почему у нас все время только время разбрасывать камни. Или непонятно, у нас все время все в камнях каких-то. Следующий, друзья, камень, который нужно научиться разбрасывать, это пребывание в Слове Божьем. Научиться пребывать в Слове Божьем. Кто-то скажет, ну слишком простая рекомендация. Нет, она не простая. Что означает пребывать в Слове Божьем? Давайте я приведу вам такой пример наглядный. Кто мне подскажет, сколько времени Иисус ходил со своими учениками на земле? Три с половиной практически года. Три с половиной года. А теперь смотрите внимательно, только очень. Только очень внимательно. Библия говорит нам, что Иисус был Словом Божьим. Написано в Евангелии от Иоанна. И Слово пребывало с нами, полной благодати и истины. И мы видели Его славу, как единородного от Отца, и так далее, и так далее. О ком речь идет? Об Иисусе Христе. Что делал Иисус, когда собирал весь столб и множество народа вокруг Него? Что Он делал? Проповедовал, проповедовал Слово Божье. Правда? Мы читаем, когда Он вошел в синагогу, Он начал читать Исаии 53 глава. Он проповедовал Слово Божье. И Своим ученикам Он его разъяснял. А теперь внимание, вопрос ко всем. Когда Иисус умер и воскрес, кто продолжил? Кого начали называть христианами? Кого? Тех людей, которые не были с ними или тех, которые были Его учениками? Тех, которые были Его учениками, тех, которые пребывали в Слове. То есть те, которые на три с половиной года сумели оставить свою обычную жизнь для того, чтобы разделить жизнь со Словом Божьим, которым был Христос. Я не говорю, что нужно на три с половиной года что-то оставлять. Я говорю о том, что нужно каждый день пребывать в Слове. Но у нас зачастую на это что? Элементарно? Нет времени. У меня вопрос, чем мы все время заняты? У меня иногда кажется, что Украина самая богатая страна в мире. А потом я еду в другую страну, разговариваю там с верующими, и я понимаю, и они тоже самые богатые. А потом поехал в Африку, там пообщался. Слушай, они очень богатые. Знаете, откуда я это знаю? Ни у кого нет времени на Слово Божье. Чем ты занят? Работаю. Все работают. Я говорю, слушайте, вы как-то поделитесь. Я говорю, а то все деньги мира заработаете. Все. Говорю, нам чуть-чуть оставьте. Они работающие. Не, ну я тоже работаю. Но у меня просто, понимаете, я не могу понять. Но у нас никогда нет времени на Слово Божье. Ну никогда мы не можем его находить. А это же время, друзья, смотрите. Это камень, который мы разбрасываем, потому что, когда придет время собирать камни, когда мы будем сеять, эти камни удерживают влагу. Они делают почву. Они делают нашу жизнь плодородной. Вы понимаете? Кто понимает, что Слово Божье, оно меняет наше сердце? Оно меняет наше мировоззрение, нашу жизнь, наше восприятие всего. Правда же? Так вот, если ты не разбрасываешь этот камень, то влага, все, она испаряется. Ее нету. Просто ее нету. Экклесиаст, он пребывал в этом. Смотрите, приведу вам еще один пример. Помните, в книге «Деяния апостолов» мы читаем о Филиппе. И однажды Дух Святой вывел его на дорогу. И на этой дороге едет Евнух эфиоплянский. Он едет в телеге. И кто мне скажет, что этот человек читает? Слово Божье. Вы знаете, я думаю, Боже мой, неужели нас всех надо отправить в Эфиопию? Чтобы мы начали читать Слово Божье, когда мы едем. Вы понимаете, вот, знаете, я буквально, может, воспринимаю. Вот у меня всегда такое представление, я думаю, как бы, зачем можно застать христианина обычно? Зачем угодно, кроме изучения Слова Божьего? Парадокс, да? Но это же камень, который ты разбрасываешь. Это же камень, который удерживает в твоей жизни Слово Божье. Еще один момент интересный. Что еще является камнем? Молитва, как естественная среда развития человека, отношения человека с Богом. Молитва. Это же так прекрасно. Что происходит, когда мы молимся? Кто-то говорит, да ничего не происходит. Послушайте, меняется все, когда мы молимся. Знаете, откуда я это знаю? А давайте перестанем молиться. Давайте перестанем молиться за своих детей. Давайте перестанем молиться за страну. Давайте вообще перестанем молиться. А кому оно надо? Ничего же не происходит. нет знаете кто самое кто я уверен однозначно кто точно понимает силу молитвы таксисты что у них на торпеде иконки и маршрутчики не на маршрутках они из-за людей там и люди боятся вы понимаете друзья какая штука молитва это развитие взаимоотношений человека с богом если ее нету если ты не разбросил не разбросал и этот камень не бросил то когда приходит момент отношения ты как бы ты разговариваешь с человеком который тебя не знает но не знает тебя знаете у меня вот жена она немножко ну интроверт ну по своей по природе по психотипу интроверт я замечаю иногда бывает надо куда-то чтобы она позвонила и я и говорю позвони этому человеку позвони я напишу или позвони вы знаете да кто интроверт понимает что поговорить человеком слова он ведь осмотрю улыбается смеется все понимает о чем идет речь интроверту ему написать вообще без проблем а вот поговорить это сложно встретиться давай лучше напишу вот вы понимаете друзья но интроверт есть он знает хорошо человека вы может прийти там прям ты его не остановишь он может болтать и болтать и болтать и болтать если он же знает человека но вот иногда у нас проблема как у интровертов с богом мы с ним никогда не разговариваем и потом когда приходит время молиться найти на到了 людям надо домашняя группа когда проход на домашней группы кто приходит там же узнать и мы молимся все по очереди учимся молиться я домашней группе помолись за это аминь вот так молятся вы поняли а потому что ты не в обычной жизни ты же не молишься вот чем проблема у тебя нету отношений и ты не можешь с ним разговаривать и как интровертушка этот понимаете интровертушка вот как собака да все вот знаю а сказать не могу а ты же не молишься я не оскорбил я между просто как как вот следующий пункт работа духа святого над нашим характером как вы думаете друзья для урожая урожая работы последствий благословить для благословения боже неплохо если характер у тебя ну не какой-то помните в остров сокровищ характер прискверный не женат вот хорошо когда тебе пишут что характер нормальный классный человек дружить можно хорошо или неплохо это для благословений в чем проблема то ну разбросает этот камень я такой какой я есть и пусть любят меня и принимают меня таким какой я есть если не любят меня таким какой есть то и не любят они меня так как тебя любить если ты сам себя не любишь ты же в зеркало даже боишься смотреть на себя уже вы понимаете друзья нужно и этот камень разбрасывать и позволить духу святому работать над твоим характером знаете есть некоторые люди не знаю вас такое бывает у меня иногда бывает говорю человеком давай увидимся давай когда завтра да ну хорошо и знаете и ты с ним никогда не встречаешься почему а потому что ты просто сказал завтра знаете почему завтра потому что я знаю что ему все равно ему все равно он если бы не все равно обыскал в котором часу правда а так он не говорит и где а значит ему оно не надо я знаю уже и к сожалению друзья с некоторыми людьми давай встретимся и найти потом мы все надо как-то встретиться да 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 встретиться а я знаю что мы никогда не встретимся потому что если честно я уже смирился это уже бессмысленно ну можно конечно там найти выставить претензию раз но второй что слушай дружище ну ты же как бы горишь встретимся я с тобой договорился ты просто не пришел надо позволить духу святому это тоже хороший камушек правда но кто думает что это неплохой камень чтобы разбросать его еще есть один камень который надо разбрасывать экклесиаз тоже о нем говорит это экклесиаз работа над правильными взаимоотношениями с людьми знаете я недавно с одним братом разговор с двумя кстати братьями разговаривал я им говорю послушайте я не знаю кто-то помнит или нет но как-то я на лидерском и здесь я объяснял одну простую формулу вы меня я не знаю почему вы слушаете но и не слышите вы как на тебя посмеялись и пошли дальше я вам сейчас дам формулу эта формула сбережет вам жизнь здоровье деньги я не знаю что еще нервные клетки хотите дать вам формулу простую простая формула правильных взаимоотношений с людьми она включает себя 5 этапов прежде чем ты начинаешь с человеком что-то делать пройди это 5 этап пройди 4 первых этапа кто мне напомнит какой первый этап расслабьтесь не помните все равно если ты хочешь человеком построить дом сначала начни с ним общаться попробуй с ним разговаривать попробуй ну у тебя получается с ним разговаривать вообще или нет знаете некоторые люди с которыми ты пообщался ух ты что 15 минут разгрузил целый цистерну какую-то то есть ты понимаешь с таким человеком ты всю жизнь будешь такие цистерны разгружать попробуй с человеком общаться раз второе внимание второе если ты хочешь прежде чем ты щекам начнешь что-то делать второе построй с человеком отношения что означает отношения убедись о том что в своем сердце ты ради этого человека в начале ты ты в начале ты готов сделать все ты готов сделать все есть вы понимаете мы мы это даже надо проверить себя во первых нет не все с не с людьми проблема иногда проблема же с нами иногда в некоторых ситуациях мы ничего не хотим делать например если люди которые я ценю наши отношения для руки если ты ценишь что ты со мной не разговариваешь а как послушайте я не понимаю как можно строить отношения с еще ко мне общаешься не разговариваешь то есть если ты неправильно общаешься ты должен ценить например если я вижу что какому-то человеку что-то неприятно я пытаюсь это учитывать то есть это называется моё отношение то есть я благодаря тому что этот человек для меня ценен важен я пытаюсь менять свое сердце в начале нужно делать это нужно потом не спеши дальше строить дождись следующего этапа следующего этапа на котором этот человек в ответ на твое отношение построит свое отношение к тебе это уже называется взаимоотношения то есть убедись что ответная реакция человека на твои отношения такая же как и твоя на этого человека у меня как-то был один друг и между но и мне жена вот знаете слава богу за мудрый жен мне однажды жена сказала говорит послушай ли твоя проблема в том что ты во время не понял что с этим человеком дружбу стоил только ты а он с тобой и никогда не строил знаете если такая дружба дружба как только дружба в которой ты с человеком строишь отношения а он с тобой их не строит и в любой а он позволяет тебе дружить с ним вот есть такие знаете странные отношения это отношение но не взаимоотношения как вы думаете с с таким человеком вы начнете бизнес что у вас получится рано или поздно у вас будет проблема но многие мы не хотим этого слышать вы понимаете до нас не доходит следующий этап после того как ты построил с человеком взаимоотношения внимание убедись что у вас есть единство что вы одинаково мыслите знаете иногда у нас бывает женам это посмотрим я на нее смотрю мы без слов понимаем друг друга мы уже понимаем друг друга а когда тебе приходится извиняться каждый раз там еще что-то это еще ты не дошел до этого этапа и проблема почему у нас так много развода почему проблемы всеми да потому что мы думаем что если я его люблю я ее люблю пора строить семью да нет и вначале с человеком пообщайся туда жизнь пройти не поле перейти о жизнь прожить не поле перейти я вообще вам возьмите вот я в математику любите библии и они библии такая пословица надо с человеком прежде чем что-то делать съешь с ним путь соли кто знает какая суточная норма потребления соли человеком одним а ну-ка то в интернет быстро заходи 89 грамм вот посмотрите 10 грамм возьмем 10 грамм умножаем на 22 человека правда 10 грамм умножаем на 2 теперь разделите 16 килограмм на 20 грамм сколько вы получите лет вот столько иисус ходил со своими учениками и знаете куда делись все ученики когда его схватили только один иоанн остался возле креста так иисус мудрый оказывается был он научился строить взаимоотношения с людьми как вы думаете такой камушек для будущего надо закинуть или нет кое конечно так и мы же мы не закидываем вы понимаете это или нет я же мы мы интересные люди мы вот это знаете у нас такое у нас урожай мы собрали потом ничего не делаем а потом приходим где тут копать где тут вспахать а там песок сухой потому что нужно было где-то в конце января разбросать камни а еще лучше с того момента как ты собрал урожай последний разбросать камушки мы их не разбрасываем еще какой пункт еще какие камни нужно разбрасывать о каких камнях идет еще речь исполнение своего жизненного предназначения вы понимаете есть такая проблема у большинства людей когда-то сказал один такой актер известный не будем уточнять имена он сказал говорит что многие люди они живут так как будто никогда не умрут а когда умирают оказывается что и никогда не жили понимаете друзья жизнь дана человеку для того чтобы исполнить свое жизненное предназначение мы и не знаю просто одну ну я не верю в то что мы такие сильные коммунисты кто из вас прочитал все труды ленина есть такие люди вот я вот не могу понять как нас так сильно зашла вот эта коммунистическая пропаганда о том что бога нет потому что многие люди смотрите как они 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 по-прежнему живут построить дом посадить дерево родить сына слушайте давайте объясним это не мое откровение моей жены но если вы внимательно прочитайте бытие первую главу то вы поймете что это предназначение было дано богом знаете кому зверям и они его исполняют смотрите все ласточки строят дом знаете об этом все ласточки рождают детей и все ласточки когда они кушают семечки а потом эти семечки там там вырастают деревца так вышел ласточка что ли ну вот подумайте сами построить дом посадить дерево родить сына это предназначение животных а у человека другое несколько предназначения написано бытие 1 глава с 25 по 27 стихи для чего чтобы плодиться размножаться наполнять землю обладать ею и владычествовать на ней то есть утверждать определенные ценности приносить определенные изменения другими словами исполнять свое жизненное предназначение я скажу вам так если вы не женаты или не замужем никогда не женитесь или не выходите замуж за человека который не знает зачем он живет потому что он вам потом чайной ложечкой потому что они не знаю зачем он не знает вы понимаете а когда у человека вот представьте все эту неуемную энергию весь потенциал и не знает что делать вот возьмите меня посадите меня дома на неделю меня жена сбежит она меня любит но сбежит уже энергии много понимаете мишку то и девать надо направляю и куда предназначение свое а если человек не исполняет предназначение все на работе всю жизнь вы понимаете почему некоторые люди они не любят своих жен или мужей потому что те их я я узнают по постребаниями как-то рассказал один парень потрясающий лидер реп центра был женился и жена такая джекпот на работу на стройку и вы понимаете вот этого человека с пониманием своего предназначения она отправила просто туда пахать ломать киркой там махать я вам скажу чем это все закончится история он однажды возненавидит мы рождены богом и созданы для того чтобы исполнить свое предназначение это камень который каждый из нас должен исполнять ну скажите мне пожалуйста что вначале появилась жизни адама адама внимательно что вначале появилась жена или поручение от бога как это а я думал что главный смысл нашей жизни это семья а жена появилась когда он выполнял свое поручение и выполнял его так хорошо что бог говорит слушай надо ему помощницу вы понимаете какая штука оказывается жена приходит тогда когда мы делаем то ради чего мы должны быть а кто скажет что хорошая жена это благословение от бога правда так ты же камень не разбрасываешь знаете я вам расскажу такую сейчас если кстати кто-то не женат или не замужем поднимите руку не жад поднимите ну не что вы ну выше поднимите серега тебя кормили с утра ли не поднимите не стесняйтесь есть такие вот для вас дам один рецепт секретом хотите или не хотите дам рецепт слушайте как найти потому что ко мне приходит пастор у нас церкви там ну хорошо на 150 200 человек где найти классную или классного я говорю послушайте вы пассивно ленивые ну искатели вы не так не ищут так она не работает ну я вам рассказываю я люблю рыбалку как рыбак расскажу хочешь поймать рыбу берешь и пошел иногда чтобы вымутить эту одну рыбу тебе нужно пройти километров двадцать если ты на хищника 20 километров и ты одну рыбку поймаешь а можно вообще ничего не поймаешь даже ходят же ходят смотрите как найти свою жену вот я всем это простая вот такая пирамида первый слой в первом слое вы хотите себе чтобы у вас жена была христианка или сатанистка ну что вы хотите христианка я говорю окей сам стань посвященным христианином кто знает закон магнетизма подобное притягивает то есть хочешь ты иметь хорошую христианку жену а такая уже нормальный я вчера покаялся уже не в клубах ее искать надо ну ладно это такое то есть ты сам сначала стать хорошим христианину а сколько это времени займет я вот уже вторую неделю не ты стань хорошим христианином вот вот стань когда ты им станешь да когда ты им станешь а я не знаю сколько это помните как этот не каноническая притча это это вам за то что не молились знаете не ну собирается семья собралась сын решил познакомиться своей избранницей вся семья собралась вместе в сборе такой звоночек она заходит волосы вот так ирокезом ставят в носу короче здесь сережки везде такое знаете все безмолвное такое молчание одна бабка такая это вам за то что не молились понимаете друзья ну хочешь ты хорошую себе жену ну сам стань христианином стань хорошим добрым надежным христианин тоже еще камень до второе внимание я хочу чтобы моя жена она разделяла вместе со мной чтобы она помогала другим людям чтобы она служила другим людям что кем надо стать служителем а если ты приходишь на служение пришел когда тут очень то мне сегодня стульчик они поставили так и ты приди за пару часов до и как бы это сделай знаете я однажды провел такой эксперимент я помню мы когда-то до войны еще делали ну весной я думаю что закончится война мы возобновим эту классную традицию мы делали пикники огромные такие кто был у нас на пикниках помните голосеевском лесу в этом 150 200 250 человек собирали шашлыки и плов там делаем ну все это с одной сестрой не помню с кем уже стою разговариваю где-то она не замужем и тут в это время объявляет надо там плов ту-ту-ту и такая знаете очередь 200 человек выстраиваются с тарелочками все я говорю ищи себе мужа здесь слушайте внимательно как некоторые муж мужчины голодные самые там у нас фитнес они первыми прибежали стали взяли себе тарелку и быстрее вдруг останется еще что-то я говорю за этого замуж не иди а некоторые взял тарелочку пошел положил слушать внимательно идет в конец очереди отдает девушкам которые стоят и обрати на него внимание хороший экземпляр почему потому что такой человек это его натура кто понимает что он таким будет всегда правда и в семье будет таким вот если ты хочешь с хорошего служителя себе мужа так ты сама стань кем служителем а теперь внимание я хочу чтобы он всю свою жизнь прожил для бога а ты для чего живешь а я живу для детей так нет ты сама начни исполнять свое предназначение понимаете смотрите а теперь внимание как вы думаете когда вы будете вот так жить у вас будет в жизни больше появляться людей вокруг вас или меньше вы удивитесь на первом этапе у вас отрежет отсеется половина людей неверующих на втором этапе отсеется еще половина людей на третьем этапе вокруг вашей жизни останется 5-10 человек среди которой будет тот единственный ли то единственно но вы привлекаете к себе людей которые достойны и ну я имею ввиду достойно это не значит что нет нет ну есть недостойный вы поняли я имею ввиду те которые которые вот они попадут вам в сердце на самом деле но для этого что нужно исполнять свое жизненное предназначение правда не надо ждать пока придут о класс пришла красивая церковь так как то он сказал что она на вас обратит внимание никто же этого не говорил ты сам ты сам ты будь таким человеком вы понимаете ты сам стань твоей жизни тогда обязательно появятся эти люди так вот друзья смотрите эти камни эти камни давайте еще раз вернем пожалуйста 5 стих если можно 5 стих время разбрасывать камни и время их собирать скажите друзья а если ты не разбрасывал камни когда придет время их собирать никогда они приходят вы понимаете и поэтому многие верующие когда речь приходит о благословениях божи мы молимся мы пыхтим мы там небеса штурмуем в течение 15 минут а благословения нету почему потому что мы не разбрасываем камни мы не хотим их разбрасывать у нас нет этой привычки мы ее все время вот так вот пролистываем так она не работает смотрите галатам 6 глава 7 стих написано не обманывайтесь помните мы читали вы с вами как-то в сентябре по прошлого года не обманывайтесь бог поругаем не бывает что человек то он и пожнет если ты не разбрасывал камни то чего ты смотришь что во дворе твоего соседа трава зеленее просто твой сосед разбрасывал камни он трудился почему бог такой несправедливый почему в жизни вали почему жизни они почему в жизни рома почему в жизни виталика почему в жизни жени это есть в моей жизни этого нету так а у тебя камней нету на поле не было у тебя камней не разбрасывал ты их кто-то скажет так а когда время разбрасывать эти камни кто мне скажет можно тему проповеди сегодня то самое время Слушайте, время разбрасывать камни в твоей жизни, оно сегодня. Вот сегодня это время, время разбрасать эти камни. Знаете, в Библии написано, потрясающе в притче есть один стих, люблю его очень. Коня готовят на день битвы, а победа приходит от Господа. Знаете, я скажу вам, друзья, одну такую очень интересную вещь. Мы все хотим, чтобы победа пришла от Господа, и мы все цитируем это местописание. Но когда приходит момент о подготовке этого коня своего, мы не цитируем это местописание себе. Мы не помним почему-то о нем, мы забываем почему-то о нем. И я сегодня хочу ободрить вас и сказать вам, друзья, сегодня самое время, вот сегодня то самое время. Сегодня время разбрасать эти камни. Возможно, кто-то скажет сегодня, а другие стихи здесь. Возьмите все эти пять стихов, там, помните, есть время обнимать, а есть время уворачиваться от объятий. Понять, разберитесь, а что означает время обнимать? И что означает время уворачиваться от объятий? Вы знаете, когда-то вот этот стих, эта часть стиха в моей жизни, она стала очень ключевой. Вы знаете, я, ну давайте объяснем, как пример. То есть это глубокие стихи. Знаете, как пастор, любой ты вкладываешься, ты разделяешь свое сердце с церковью, ты разделяешь свою жизнь с людьми. И бывает иногда ты так вот делаешь, делаешь, а потом человек поворачивается к тебе спиной, как будто он не помнит, как тебя звали. Кто-нибудь сталкивался с таким в этой жизни? Я вам хочу сказать, я как любой пастор, наверное, любой служитель с добрым сердцем, я всегда себя осуждал. Пока я не прочитал это место из Писания, когда я прочитал, я успокоился. Я понял о том, что иногда есть время, когда просто тебе нужно, окей, я не обнимаю человека. И это нормально, но нужно задать себе три тоже вопроса. Какие эти три вопроса, ну как-нибудь потом, может быть, расскажу вам. Каждый из этих стихов, друзья, помните, вначале сказал, слово Божье содержит в себе силу перевернуть весь мир с головы на ноги. То же самое хочу вам сказать, пусть это слово, сегодня хотя бы одна эта мудрость об этих камнях, пускай она сегодня перевернет вашу жизнь. Пускай сегодня мудрость об этих камнях, она заставит вас задумываться, а что сегодня разбрасываете вы? Я вам скажу, большинство из нас, большинство, окей, не из нас, большинство людей разбрасывает несколько вещей. Знаете что? Мы разбрасываем часто обиды, мы разбрасываем часто злость, мы разбрасываем часто сплетни, мы разбрасываем часто лень. И потом, когда приходит момент, когда нужно, тебе оказывается-то и собрать нечего, и собрать-то нечего, и земля у тебя сухая. Но я хочу верить, что сегодня, я хочу верить, что сегодня кто-то меня услышал, я не знаю, кто из вас, но кто-то, возможно, сегодня меня услышал. И если вы услышали, друзья, определите, какие сегодня камни разбрасываете вы, и пускай этих камней будет много, пускай каждый из камней, которых я сегодня вам привел, может быть, вы найдете их еще больше, слава Богу, поделитесь со мной, я буду очень признателен вам. Поделитесь с кем-то другим этими мыслями, и эти люди будут вам признательны. Но разбрасывайте сегодня камни, разбрасывайте, друзья, разбрасывать камни это неплохо. Помните, еще раз сказал, наша жизнь, она не такая уж и приятная, правда? Один такой, заканчивая, скажу вам, когда началась война, один из моих друзей, пасторов, он сказал очень мудрую вещь одну. Она меня так торкнула мгновенно, сразу ее услышал. Он сказал фразу, говорит, наступила война, а это время, слушайте внимательно, это время ста друзей. И знаете, что я понял? Я счастлив, что в свое время, в свое время, я был дружелюбным, потому что, когда пришла война, и все сказали, где можно это достать, у меня было просто, я так, а где это есть? Обращается военный, говорит, там надо достать в Америке. Не вопрос. Набираю, говорю, слушай, тут ты в Америке, да, надо помочь. Он говорит, а не вопрос, тебе помогу. Кто-то скажет, о, дай мне телефон, я ему тоже позвоню. Так вы ему позвоните, а он вам скажет, ты кто такой? Я тебя знать не знаю. А знаете почему? Потому что, когда было время разбрасывать камни, каждый человек занимался своими делами. А нужно дружить было. Правда? Вот такая она штука интересная. Поэтому всегда разбрасывайте камни, друзья. Всегда в жизни разбрасывайте камни, и тогда вам будет к кому обратиться. И тогда в вашей жизни, когда придет время урожая, вы поймете, что на самом деле вам будет казаться, что вроде ничего не произошло, но на самом деле вы поймете, что произошло многое. Аминь. Давайте помолимся с вами. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарны тебе, Боже, за то, что сегодня ты здесь, ты вместе с нами. Ты рядом, Господь. И мы сегодня слышали Твое Слово, мы слышим Твое Слово, Господь. И самое главное, пускай сердце каждого из нас принесет плод в 30, 60, 100 крат. Но, Бог, сегодня ты, Духом Твоим Святым, растворяй это откровение, растворяй это Слово в жизни, в сердце каждого из нас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поэтому, друзья, сегодня то самое время. Именно сегодня это время.